Хотелось бы прокомментировать ситуацию, которая сложилась вокруг заправок, зарядах, электромобилей в нашем городе. Хочу сразу отметить, что в последнее время раздувается, по-другому сказать не могу, информация о том, что город против людей, у которых есть электромобили, и препятствует развитию экологически чистого транспорта. Могу сказать, происходит сознательная подмена понятий, потому что город точно не против электромобилей. Город лишь за то, что все должно быть установлено согласно действующим законодательствам. Нигде в мире нет такого, что каждый может ставить заправку, будь она газовая, электрическая или бензиновая, там, где он просто захотел. То есть это исключено. Речь идет о том, что когда человек хочет ставить зарядное устройство или заправку электрическую, как правильно сказать, то предварительно он должен получить соответствующее разрешение. Прежде всего это касается то, что касается наших полномочий, нашего управления. Это речь идет о месте, на котором она будет установлена. Просто так, ну, никто не может посреди города, где ему за монете ставить то, что он захотел. Тем более, речь идет по принятым у нас в городе расценкам в случае установки подобных устройств зарядных. Это 105 гривен в месяц за один квадратный метр. Вот цена вопроса, о которой мы говорим. Стоит просто посреди пешеходной зоны зарядное устройство и мешает элементарно людям ходить. Ну, все недопустимо. Второй вопрос. Есть люди обращаются, говорят, это не коммерческое устройство, это моя частная зарядка. Как выводят из окон квартир, прямо перед парадной ставят зарядное устройство. Мы знаем, что у нас есть категория лиц, которые собирают металлолом, другое. Это зарядное устройство стоит прилично денег. Они завтра его вырвут, в результате чего? Как вариант. И не дай бог может произойти короткое замыкание, сгорит дом. Или попроще останутся оголенных два провода, и у каждого есть дети. И не дай бог какой-то ребенок подбежит и схватится за эти два провода. Да, в этом случае, если это частная зарядка, ну, скажем так, это не нашего управления. Вопрос, мы будем обращаться в полицию, в МЧС, чтобы они принимали меры в Облэнерго, согласно их компетенции. Хочу еще сказать, многие путают, или им так удобно, говорят, у нас некоммерческая зарядка, у нас частная. Объясню. В случае, если эта зарядка не коммерческая, то это не значит, что ее можно ставить где угодно и как угодно. В случае, если это ваша частная зарядка, вы вступаете в земельные отношения с Горсоветом. Эти отношения абсолютно четко прописаны в земельном кодексе Украины. Вы сначала получаете отвод земли, либо в аренду, либо выкупаете, и затем вставите на ней эту зарядку, заправку. Но никак не наоборот, что сначала вы ставите где хотите, а потом вы будете, может быть, оформлять. То есть речь идет лишь о законности установки этих всех зарядок. Уже во всех четырех районных администрациях города зашли документы с просьбой оформить эти зарядки, заправки. Процедура несложная. То есть процесс, как говорится, пошел. То есть если бы мы этот вопрос никак не поднимали, то так бы оно стояло где хочу, как хочу. И без соблюдения каких-либо норм и правил. То есть на самом деле, если ты частный предприниматель или ООО, документы получается оформить проще. В общем-то так и предусмотрено в нашем законодательстве. Чтобы для того, чтобы когда человек работает и в этом случае обеспечивает какие-то рабочие места, поступление денег в бюджет, для него упрощена система установки оборудования торгового, чтобы он, то есть ему не надо делать отвод земли, ничего, он на других условиях вступает в отношения с городом, касательно места размещения. Частное лицо исключительно по земельному кодексу, гражданско-правовые, земельно-правовые отношения с городом через отвод или земли. Предпринимателям, желающим оформить свои заправки, более того, мы, понимая, что большинство или многие не знали, как это делается, мы разнесли предписание для того, чтобы привести, чтобы люди обратили на это внимание, и всех, кто обращается, мы объясняем, что есть перечень услуг в едином окне сегодня. Сдают заявление в единое окно, где просят оформить установку подобного устройства. Это заявление поступает в райадминистрацию, райадминистрация выдает лист по Годжине, который заходит либо через, опять же, единое окно, либо напрямую к нам, это как заявитель прописывает при подаче заявлений. И мы выдаем договор, и человек платит там свои 50 гривен или 100 в месяц и пользуется этим местом.